Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. Я начинаю новый влог. По традиции, завтра я уезжаю в деревню и вещи я собираю исключительно с вами. Не знаю, так у меня как будто веселее. Я уже настолько привыкла, что я снимаю влог, когда я собираю вещи, поэтому в этот раз я тоже не стала делать исключения. Я сегодня спала всего 3 часа, вчера заснула в 6 и проснула сегодня достаточно рано, искупалась. Просто на самом деле дел много, поеду в деревню и уже там отосплюсь. Надо для начала сделать ногти, я хочу что-то яркое сделать. В принципе, я могу все принадлежности взять с собой в деревню, но лучше уж сделать ногти здесь и уже спокойно поехать. В этот раз я еду не с вдохновением, на самом деле. Дело в том, что у нас у бабушки ровно год со дня ее смерти. Так быстро прошел этот год, это просто нечто. У нас принято, что на год делают мероприятия. Зовут соседей, там родственников. И поминают человека, идут на кладбище и так далее. Есть определенные обряды. Зовут Мулу и все дела. Но я вам, наверное, подсниму чуть-чуть. Даже не знаю, стоит ли это снимать, интересен ли вам подобный контент. Пишите обязательно в комментариях. Но обязательно в этом во всем нужно участвовать. У меня просто на работе сейчас очень хорошо идут дела, поэтому я день-ночь просто работаю. И объяснила маме, что лучше будет, если мы попозже поедем. Но мама говорит, что надо убраться в доме, надо много дел сделать, надо закупиться продуктами, надо договориться с поваром, который придет. Это, в общем, дел уйма. И для этого как минимум нужно дней 10, поэтому мы едем пораньше. Не знаю, как у вас, но для меня это лето проходит очень быстро. И я даже не могу свыкнуться с мыслью, что буквально через 3-4 дня уже август. И большая часть лета уже позади. Поэтому маникюрчик хочется сделать яркий в летних каких-то цветах. Порой вижу видео девчонок, которые утверждают, что маникюр обязательно должен быть нюдовым или красным. В остальных, во всех случаях, это выглядит колхозно и дешево. Я терпеть не могу людей, которые пытаются вогнать нас в какие-то рамки. Мне лично параллельно, кто с какими ноготочками ходит. Да хоть с винделями из 2010-го. Если человеку это нравится, пусть в 2023-м ходят с ними. А вообще, сказать честно, я просто обожаю супер длинные ногти. Особенно, если это с какими-то медвежатыми, огромными какими-то дизайнами. Вижу девчонок с просто максимум длинной ногтей и просто слюнки текут. Но дело в том, что я просто физически не могу управиться с такими длинными ногтями. Мне просто с ними неудобно. Я просто не понимаю, как с ними можно печатать или мыть посуду. Реально очень неудобно. У меня болят пальцы, когда у меня уже слишком длинные ногти. Но кто может, девчонки, вам огромные респекты и уважуха. Я не могу. Я вам подробно не описываю каждый этап того, как я делаю маникюрчик. Потому что все-таки я не профи в этом деле. В ютубе очень много подобных видео, пошаговые инструкции, как правильно нужно делать маникюр и покрытие гель-лака. Всегда и себе я стараюсь делать быстро, на скорую руку. Некоторые этапы даже порой пропускаю. В этот раз оставила длину минимальную, потому что в деревне очень много дел. И с длинными ногтями их будет проделывать очень сложно. Прошлое покрытие, кстати, я делала как раз-таки в деревне. Все принадлежности в прошлый раз я брала с собой. И в этот раз тоже хочу взять с собой. Хотя с этими ногтями я смогу проходить две недели. Ровно две недели я буду в деревне. Но все-таки и в этот раз я хочу взять все с собой. Вдруг у меня будет настроение, вдохновение, захочется что-то поменять, чтобы все обязательно было под рукой. Кстати, у нас, оказывается, в деревне есть девушка, которая на дому делает ноготочки. Это очень удобно. Не надо ехать в город, чтобы сделать новые ноготочки. Я ее лично не знаю, но моя знакомая сказала, что она живет недалеко от нас и делает ногти всего за 10 манат. Это всего 6 долларов, но, говорят, клиентов у нее предостаточно. Поэтому я всегда вам говорю, было бы желание у человека чем-то заниматься. А вот чем заняться, человек обязательно найдет. Вообще, наша деревня очень сильно разрастается. Я помню, лет 10-15 назад столько домов не было. Раньше были просто поля на этих местах. А сейчас там везде улицы, дома, живут люди. И с каждым днем деревня становится все больше и больше. Я почему-то наивно предполагала, что вся молодежь будет уезжать в город. И в деревне особо никого оставаться не будет. Но даже, к примеру, взять моего друга детства. Он уезжал в город в боку на заработки, работал здесь. В принципе, у него была неплохая работа и здесь. Но все равно он предпочел вернуться обратно в деревню и строить дом именно там. Не знаю, меня лично в городе особо ничего не держит. Но отсутствие условий в деревне заставляет меня оставаться в городе. Если бы там был бы хороший трехэтажный дом с классным бассейном и со всеми составляющими, то я бы вообще отказалась чисто от города и переехала в деревню. Я не знаю, как вам объяснить, но в деревне люди как будто добрее. В городе тоже люди неплохие, ничего не могу сказать. Но просто в деревне люди какие-то душевные, простые. В общем, мне очень нравится. Особенно наши соседи. Это просто класс. В общем, я решила остановиться на вот этом красивом зеленом оттенке от Джефф. Я его наношу всего в два слоя. Получается очень крутое покрытие. Мама, конечно, в шоке от этого цвета. Но мне нравится. Я, конечно, могу ошибаться. Но насколько я помню, по-моему, я ни разу с этим гель-лаком покрытие не делала. Покупаю цвета, и они у меня просто лежат. И опять руки чешутся, когда я захожу в косметический магазин. Мне так и хочется купить еще новые цвета. Но я стараюсь держать себя в руках. Все-таки я это все делаю на любительском уровне. У меня нету кучи клиентов, которым нужно предложить новые цвета. Погода, конечно, сегодня просто шикарная. Немножко даже пасмурная. Кажется, что времени где-то 7-8. На самом деле нет. Немножко поморосило дождик. Прохладненько. Так прям хочется гулять. Но надо собирать вещи. Минуточку внимания на мой шкаф. Посмотрите, какой порядок. Это я позавчера делала. Все разложила аккуратненько. Сейчас будем выбирать, что же мы возьмем с собой. В основном буду брать какие-то домашние вещи. То, в чем ходить удобно. Как он меня достал ныть. Я не знаю, что он потерял в подъезде. Как только открывается лифт, он со страху забегает обратно. Короче, очень хочет в подъезд. Непонятно, зачем ему оно надо. Вот зачем. Ладно, давайте просто чисто для эксперимента откроем. Ты ныл, чтобы стоять у двери. Ты осознаешь, что ты просто достал. Мы немного с вами отвлеклись. Продолжим собирать вещи. В этом я хочу поехать. Это вот такая футболка. Огромная. Оверсайз. Надену еще короткие велосипедки, кроссовки. И вот в этом поеду. Поэтому это убираем в сторонку. Надо вообще изначально посмотреть прогноз погоды. Так я вещи, в принципе, здесь отобрала. Но если будут дожди, надо брать что-то с собой теплое. Я обожаю просто этот костюмчик. Купила как-то на распродаже на шее. Но он мне настолько нравится. Он настолько легкий, невесомый. Я его в прошлый раз, когда ехала в деревню, брала с собой, надевала. Ну вот реально, для деревни самое то. Возвращаюсь к вам уже на следующий день. Вчера меня просто вырубило. Но я не успела даже ничего собрать. Просто определила, что из одежды я буду брать с собой. А сегодня я встала рано. И сейчас нужно помыть машину. Точнее, я ее отдам в мойку. Где-то полтора часа ее буду мыть. А пока что мы с вами будем собирать вещи. Я уже, наверное, вас тоже забрала с этим чехлом. Он мне настолько нравится. Он такой яркий, такой приятный. А самое главное, совершенно не пачкается. И вот вчера вечером я опять лазила на шейн. Выбрала еще два цвета, которые хочу заказать. Какая она у меня чистая вообще. Остановила во дворе у брата. И прям вообще... Сейчас на мойку ее надо отвезти. И помыть от души. И снаружи, и внутри. Вообще машину надо почаще водить. Потому что я до сих пор не могу сказать, что я прям уверенно еду за рулем. Хотя у меня машина уже полгода. Я в месяц где-то 3-4 раза выезжаю на машине. Но деревня не считается, потому что в деревне это трасса. А на трассе очень легко. Особо машин нету. Препятствий тоже. Парковаться легко. А мне именно надо практиковаться в городе. И внутри все равно еще есть хоть немножечко страха. В моем случае лучше почаще водить, конечно. Я обычно заезжаю в мойку, которая находится очень близко к моему дому. Мойщики были немножко в шоке от моей машины. Я спросила, сколько стоит. Они посмотрели на машину, посмотрели на меня, посмотрели на машину. И сказали мне цену. Ну, в общем, с одной стороны, я их понимаю. Я решила и внутри помыть, и снаружи. Раньше мне мама постоянно говорила, что вот надо машину мыть, чтобы она выглядела краше и так далее. Я ее всегда спрашивала, зачем? Зачем мыть машину? А сейчас я понимаю, что мама оказывается права. Действительно, грязная машина выглядит просто ужасно. Это неудобно. Ты пачкаешься сама. Поэтому ее надо бы почаще мыть. Просто я редко на ней езжу, и плюс она не находится в гараже. Поэтому, когда она у меня во дворе, один раз дождик пошел, все, она уже в ужасном состоянии. Рядом, кстати, с моей машиной есть еще один X5, BMW X5. И вот он тоже в таком же состоянии. И ездит на нем с такой же периодичностью, как и на моей малибу. Так быстро прошел час, я уже иду ее забирать. Вот такой вот у меня лук, кстати, вам не показала. Леггинсы у меня здесь, и вот эта новая футболка. Огромная. Over-over-size. Кстати, леггинсы слишком длинные, как-то не очень смотрятся. Во дворе место есть. Мне бы машинку куда-то вот сюда, чтобы было близко к моему подъезду. Как же все-таки приятно сидеть в машине, когда машина чистая. Здесь и внутрь помыли, и сверху, и все высушили. И за все при все я отдала всего 8 монат. Честно, мне кажется, это совершенно недорого, за час труда. Так что, в принципе, расценки у нас более-менее приемлемы. Понятное дело, что джип стоит дороже, но так как у меня седан. И мне очень нравится, что это именно седан. Меня просто отговаривали, когда я покупала, что надо брать джип. Джип удобнее. Понятное дело, что джип пролезет абсолютно везде, но внешне мне очень нравится седан. Я становила очень близко к подъезду, и сейчас потихоньку будем загружать вещи. Я абсолютно ничего вчера не собрала. Обычно я в деревню беру такие вещи, в которых очень удобно. И самое главное, чтобы они не были супероткровенные, потому что все-таки это деревня, там родственники приходят. В городе в Баку одеваются более откровенно, нежели, например, в деревне. И учитывая эти все особенности, например, когда я еду в Дагестан, я стараюсь одеваться очень скромно. То есть в любом случае, где бы вы ни находились, нужно уважать, чтить традиции и одеваться соответствующе. Поэтому я поднимаюсь наверх и буду уже потихоньку собирать свои вещи. Пока я тут припарковывалась, вижу сразу брат мне звонит, говорит, дай еще чуть-чуть вперед. Я не знаю, как он чувствует, но каждый раз, когда я паркуюсь, с балкона на меня смотрит брат и говорит наставление. Чуть-чуть влево руль, вправо руль, дай чуть-чуть вперед. В общем, братик у меня здесь поблизости, всегда рядом. Так, я что-то все никак не начну собирать вещи. Давайте начнем с самого простого, это косметика. Хочу взять вот эту пудру от коллаген. Она немножко мне темновата, но я подзагорела. Поэтому, думаю, как раз она подойдет. Кстати, она идет еще и с запаской. Но запаска пока не нужна, я еще ни разу ей не пользовалась. Румяшки я бы с удовольствием взяла бы вот эту палеточку. Она невероятно крутая, она от Revolution. Здесь очень красивые оттенки, также есть хайлайтер. Но она у меня сломалась. По внешнему виду упаковки вы, возможно, подумаете, что этой палетке 100 лет. На самом деле нет. Я ее недавно сравнительно купила, где-то 2 года, как она у меня есть. И точно-точно такая есть еще в других оттенках. Но, опять же, упаковка в ужасном просто состоянии. Но продукты просто потрясающие. Подойдет эта палетка только в домашнее использование. Это тоже, кстати, уже отваливается. Посмотрите, качество упаковки, конечно, ужас. Я не понимаю, откуда появились вот эти вот пятна, разводы, которых невозможно отмыть. Но да ладно, это все у нас остается. Надо что-то взять более-менее практичное. Вместо них возьмем компактный слик. Одни такие румяшки я, кстати, уже закончила. Прямо до конца в пустых баночках вам показывала. Но там оттенок был чуть-чуть потемнее. Тон от Collagen в 13 оттенке. Но он тоже достаточно темный. Чтобы его смывать, обязательно гидрофильное масло. И потом, чтобы смыть гидрофильное масло, вот такая умывашка от Clinique. Точнее, мицеллярный гель. Хайлайтер возьмем вот этот. Невероятно крутое свечение. Я пытаюсь закончить эту бандуру. Но мне кажется, мне надо года три постоянного использования, чтобы ее закончить. Наши сборы опять прерываются на небольшой перекус. Вот такую пиццу привезла мама. И очень много сладких булочек. Поэтому покушаем. Мы уже опаздывали, поэтому я не стала подробно вам снимать. В общем, сейчас уже выезжаем. Если я чуть позже выйду, то уже в городе будут пробки. Время уже 4, поэтому нужно поторопиться. В 5-6 в городе просто ужас. А мы живем просто на одном конце города, а деревня находится на другом. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok слава богу без никаких приключений мы приехали приехали очень легко без проблем чистенькая такая красивая прям на любоваться не могу на свою красавицу и тут наши помидорки посмотрите не даже на полу накатили какие-то не поспели а то что поспели уже на полу в общем как всегда это у нас помидорка такой куст мама сажала еще давно когда мы первый раз приезжали сюда и конечно же надо освободить сыночка он кстати вел себя очень хорошо нет над с другой стороны на удивление он вообще не ныл представляете ой сына мамина счастье сейчас мама тебя выпустит оттуда аллилуйя аллилуйя дурачок все голоса двор такой чистый мы подмели и уехали и вот сейчас смотрите какой чистый двор а раньше кстати такого не было потому что здесь было дерево вот листья с этого дерева спадали сюда на пол еще плюс тут здесь было вообще не 4 каждый раз когда мы приезжали в деревню приходилось целый день убирать кафель а сейчас таких проблем нет вроде я его кормлю за ним ухаживайте какой у меня худенький что сделать чтобы он поправился особо у него аппетита чё-то нету последнее время я устала так что прежде чем завести домашнее животное обязательно подумайте учтите все за и против готовы ли вы готовы ли вы к таким вот моментика